и снова здравствуйте дамы и господа меня зовут Олег Алабудвин мы продолжаем обучение мануальной терапии и массажу спины. Мануальный массаж спины переходим к шейно-воротниковой зоне. Если у вас заказали только отдельную вот эту часть то к шее относятся трапециевидные мышцы которые вот сюда они захватывают оба с лопатки поэтому мы начинали обычно с лопатки и все эти приемы которые видели в прошлом видео да с лопаткой мы тоже проходим их делаем но если вы делали спину соответственно эти области уже размяли разогрели то тогда только начинаем с самой шеи работать в голове и к ушам для этого просим пациента положить руки наверх желательно под лоб сами пока не меняем свою позу потому что ну как бы как я всегда рекомендую законной эргономики лично раз не бегать у человека туда-сюда вот пока он перекладывал руки я уже в этот момент его шею начал наминать и разминать ну прежде всего это вот вот эти вот продольные мышцы до позвоночника да нас интересуют там где не крепится к черепу сосцевидные отростки мы их растираем соответственно вот тут у нас появился новый прием растирания сюда этого мы использовали либо ладони либо ребра ладони да то здесь мы разворачиваем руки в обратную сторону вот так вот и и растираем вот этими перепонками возле большого пальца вообще это удобно делать мы еще будем и руки так и ноги так растирать и где вот в этой части тела находится удобно растирать кровообращение помните мы пускаем в этом случае наоборот головы в периферии к центру к сердцу как положить пациента но в принципе это можно сидеть делать и на стуле вот так так же можно положить голову на руки до в дырке если человек лежит головой в дырке часто шея прогибается вниз и у некоторых людей вы не прощупываете да поэтому удобно все таки рекомендую класть на руки на на руки бывают люди которые и все равно и в этой позе даже зажата шея втянута прежде поднят это тоже упоминается тогда можно сделать вот такую позу когда локти ставится на месте ладони под грудь себе продвинь вот или совсем человек ну в данном случае тут он как бы на своих собственных мышцах лежит получается выше да она при поле то если нет у человека мышц то можно поставить на локти разъединить локтей к себе и из-под себя вперед локти и плечи подпределяем стол на столу соблюдаем прямой здесь здесь и вот максимально раскрылись у нас область трапеции да можно схватить шею, где можно ее чуть-чуть поворачивать, еще дополнительная область свобода появилась, да, и шейно-грудной переход, вот этот тоже открылся. Если у человека, ну, у данного человека, у него лопатки достаточно широко, а бывают такие люди, что лопатки прям вот так вот рядышком, да, тогда тоже можно раздвинуть, усиляем формулу приема. Для этого локти как можно ближе друг к другу поставить, вот, и у него раскрылась, получается, вот эта зона, видите, и можно обрабатывать. Так, ну, в данном случае вернемся к изначальной позе, положи ладони под лоб, да, ладони пошире. Некоторые люди не понимают иногда, как надо лечь, простое предложение, положи руки под голову, или лбом на руки, да, они как угодно, кто вот так вот положит, кто вот так, кто одну руку сверху, одну снизу, кто вот так, кто-то не понимает вообще вот эта фраза, лоб на руки, да, ползет вниз, и аж голову туда свешивают, вот сюда, вот, поэтому можете помочь, помогите человеку, положите руки вот так, некоторые кладут вот так, что тоже неудобно, потому что сразу сжимаются у вас вот эти мышцы, да, надо максимально их распрямить, вот, и после этого начинают, соответственно, приемы массажа. Еще раз показываю, растирание, прожимание пальчиками, вот так вот друг, друг относительно друга, сосцевидно-отростки, достаточно мелкая такая зона, вот так вот проходим, и доводим до перехода в грудной отдел, тут еще очень много лимфоузлов, поэтому мы дополнительно кровь и лимфу вот туда вот так вот прогоняем под мышцы трапециевидные, видите, как будто бы к самому ключицу пытаемся продвинуть, вот так, раз, два, три, четыре, вот туда. Условно мы делим и голову, и шею пополам визуально, да, левая часть и правая часть, но в данном случае мы так и будем работать сначала с одной, потом с другой, группа мышц, так она и расположена относительно оси, но здесь мы берем обе мышцы, вот так вот, и друг от друга, друг с другом их вот так вот, растягивая, растрясаем, это удаляем эту серую змею, то есть у нас получается как бы вот мышцы сложились, да, мы их вместе берем и вот так вот растягиваем, занимаемся, да, мы пытаемся то же самое сделать с мышцами шеи, как можно больше захватывать области, переходим в положение спереди человека над головой, да, опять же ставим руки вот такую бабочку, и растираем сначала одну сторону, может даже плечо растереть, быстрыми энергичными движениями, с характерным звуком шороха и с характерным покраснением кожи, мы видим, что мы достаточно плотно растерли, даже температура тела увеличилась, далее мы не меняя положение рук, начинаем растягивать эту трапециевидную мышцу, сначала проходимся от начала до конца, эту руку большим пальцем поднимаем ее, а вот этой костяшкой основания указательного пальца продавливаем вниз, потом наоборот, раз, два, три, четыре, вот, возьми, так же покажу, то есть вот этой части мы захватываем и поднимаем, а вот эта часть опускаем, раз, два, три, а потом в обратную сторону, раз, два, три, опять же все наши движения идут именно в периферии и движут к центру, после этого мы мышцу опять берем, вот трапециевидную, да, и ее стараемся в нескольких местах растянуть, это достаточно такое медленное движение, и переходим, соответственно, к другой стороне, это у нас сейчас идет сет номер один работы с шеей, потом мы повторим все и запишем все это номер второй, здесь, чтобы стоять удобнее, я опускаюсь как можно ниже на колени, вот эта пружина, и дополнительно я задаю импульс в тело человека за счет того, что моё предплечье становится почти параллельно с его телом, то есть вот я максимально параллельно с его телом работаю, если, ну, мы тренируем таким образом ноги еще свои дополнительные, то есть они пружинят и нам помогают действовать, чуть-чуть надо развернуться, перешли на одну ногу, вес тела перенесли, надо развернуться сюда и принесли вес тела на эту ногу, если вам тяжело, конечно, можете это все делать и на стуле, вполне удобно расположившись, облегчить свою поясницу, чтобы ноги за целый трудовой день отдыхали, можете делать это сидя, после этого берем все мышцы трапециевидных, можем ближе к позвоночнику и целиком их все растягиваем достаточно такое, сильное движение у нас получается, большим пальцем поднимаем трапециевидную мышцу и находим место ее окончания, крепления возле ости лопатки, тут будет такая ямочка, она же и акупунктурная точка, после этого большие пальцы, видите, рука плотно лежит, а большие пальцы продолжают работать, обходим ключицу и начинаем мышцы плеча от костей отжимать вниз, по форме кости идем, вокруг лопатки проходим дальше, это движение, прием называется крылья ангела, мы все как бы лопатки прошли и получилось, что мы так чип-чип-чип нарисовали крылышки ангела, да, вот, вернулись назад, вот так по трапецию тоже, лапа леопарда, просто большого пальца все пальцы остальные, сжали и натянули на себя, такой эффект, как будто мы, знаете, мы смесим тесто, вот так раз, раз, за это на видео, наверное, плохо видно, ну, те, кто ходит на тренинги, те это вообщем попробуют и сделают, а вы лучше не смотрите видео, запишитесь к нам на тренинг, вот, на самом деле лучше без стула, почему, потому что сейчас у нас будет воздействие нарез позвоночек, мы же, по сути, делаем массаж спины, продолжение массажа спины, следующий прием, соответственно, опустили кулачки к месту соединения шеи с корпусом, развернули руки, вот так вот, и обрабатываем холку, достаточно жестко, особенно у женщин бывает такая проблемная зона, растет в холках, поэтому отсюда должен кровь, как можно, во-первых, разбить это все, а во-вторых, это вывести кровь в сторону, вот туда вводим в сторону и ближе к лимфатическим узлам, прямо вот возле позвоночника, рядышком, даже наезжая на позвоночник, можно так с него раз съехали, раз съехали, вокруг вот этих позвонков, самых выпирающих, это первый грудной и седьмой шейный проработали, и следующий прием называется канделябр, еврейский канделябр.